Заснеженные дворы – проблема, настигшая рязанца в связи с очень снежной зимой. Техника работает на муниципальных территориях практически круглосуточно. А вот площадки возле торговых центров, например, как и возле любых негосударственных учреждений – это забота так называемых хозяйствующих субъектов. В этом году, конечно, зима удалась, хотя, судя по истории, сам помню, что снега было и гораздо больше. Тем не менее, хозяйственные субъекты, которые не соблюдают требования правительства, касающиеся очистки входных групп, козырьков от нальди, в отношении таких людей принимаются меры административного воздействия, вплоть до составления протокола. В этом году только за февраль такие предписания составили в отношении 125 хозяйственников. Это некое предупреждение, и у собственника есть время, чтобы исправить ситуацию, почистить снег, убрать налить, привести прилежащую территорию в надлежащий порядок. Если же этого не происходит, нарушителю грозит штраф. Нарушителю грозит как предупреждение предусмотренной нормы, так и административный штраф. И на юрлиц он достаточно серьезный. То есть от 10 до 200 тысяч – это достаточно серьезные меры, которые, в общем-то, сразу можно сравнить, что легче – почистить снег, либо заплатить такие штрафы. Иногда воздействовать приходится и на управляющие компании, которые не исполняют своих обязательств по содержанию дворовых территорий в чистоте и доступности для людей. В феврале выписано 6 предупреждений в адрес управляющих компаний. Материалы могут быть направлены в госжилинспекцию, если ситуация не изменится, а наказания довольно суровы. Физические лица, а именно горожане, проживающие в частных домах, обязаны благоустраивать и содержать территории в границах отведенного им земельного участка. За собственников индивидуальных жилых домов закреплена обязанность по уборке прилегающей территории. В этих правилах четко описано, что такое прилегающая территория. Это в основном территория в границах отведенного земельного участка и 5 метров прилегающие территории. И обязанность по уборке возлагается по трем направлениям. Это первый – окос травы в летний период, когда она уже больше 15 сантиметров. Подбор мусора раз в неделю, уборка снега. С этими правилами люди согласны. Содержание собственного дома и территории рядом естественно для тех, кто обзавелся частным жильем. Я считаю, что возле своего дома каждый должен почистить. Только вот где дорога ездит, эти машины, то там должен трактор проезжать. А так все своими силами справляемся. Как сегодня вот упал с крыши все, то уже третий час. Муж вообще не выходит. А так нет, часочек уходим, если немножко отдохнем, потом опять. В течение дня вполне мы не работаем. Это тяжело тем, кто работает. А мы сидим дома, мы пенсионеры. Конечно, для совсем пожилых людей префектура находит иные выходы. Штрафы тем, кто самостоятельно чистить снег не способен, назначаться вряд ли будут. Однако здесь стоит помнить, мир вокруг начинается с нас самих. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова